Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Португалию Сидмерс Цивилизейшн 6 с последним патчем и на 8 человек. Если вы случайно наткнулись на это видео и не знаете, что происходило в начале, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании этого ролика. А также напоминаю, что спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Есть желающие нефрит, на что-нибудь обменять может? Я, я желаю. Блин, тут... Что там, что там, этот... Барьерный риф, видите, я не могу здесь поставить. Ладно. Ну, предложение тогда. Ну, унца еще. Так, в Порту амбар надо купить. Тут мы сейчас арену будем покупать. Ждем пока ход. Ну, тут, конечно, если он сам не будет распространять свою религию, то я... Это будет в моей религии, несомненно. Так, блин, я все же не хочу кругосветку делать. Надо аккуратно с этим... Амфитеатр. По-русски маяк не хочу. Центр коммерции. А, военный лагерь. Может, военный лагерь пока поставить не помешает, я думаю. Только вот здесь. Так, ведут уже не нужен. Килвокиси Вани. Кстати, килвокиси Вани интерес. Давайте килвокиси Вани поставим. Слушайте, храм Махаботки же тоже ставится. Давайте храм Махаботки. Тут, как бы, я усилию религию, да еще и на театралку еще плюс 2. То есть, у меня и так театралка, тут сейчас будет плюс 6. Ди-ди-ди. Тебе был. Слушай, тебе бы чилини глистов погонять. Кого? Глистов. Сложный прикол. Блин, извини, у меня наушники сейчас выпали. Что ты говорил? Сложный прикол. Ну, ладно. Глистов погонять? Это что значит? Глисты. Ты не слышишь слова глисты? Глисты? Ну, вот они влияют всячески на человека. Понимаешь? Так, арену. Что-то Алексей слишком веселый. Это я слишком веселый. Блин, 12 ходов как-то долго. А у нас там нету случайно инженера. Нету. Рейну. Рейну. Может, Рейну на соседство. Блин. Ну, тут как бы у меня немного чего было. Вон, светилище поломалось. Слушайте, ну вот здесь точно надо дамбу строить. Так, где у нас промышленная зона здесь хороша? Что произошло? Пока меня не было. Что обсуждали? Один. Давайте сначала промышленную зону. Я хочу там, блин, ну и заливать может, правда. Нанбадол, Нанбадол есть на карте? Есть. Где же он? На карте. Как-то много культурных бедешек. Ну, мне хватает. Так, давайте все-таки мы светилище. Починим. Потому что это нам караваном деньги дает. Ну, испанец, я все-таки думал, когда ты запитешь кумаси. Знать, вот это мы явно мышки тером не будем. Ну, но он это не перекупил. Я там еще перекупил и на ходов там. Двенадцатого, блин. Двенадцатого. Все не больше. Да, я почему-то не хочу, чтобы Испания дружила с кумасей. Кстарик, мать, это вообще где? Кто не знает? Это вот, Нанбадол. Ну, вот, как ты можешь дружить. Чуть-то не успел визео выбрать, да? Иронизаторы, нет. Иронизаторы, нет. Как-то не можете вы с ними дружить. Чё-то даже нету бана. Не знаю. Осуждаем Испанца, у него пятнадцать городов. И? Не, я согласен с Испанцем. Почему, потому что у него больше всего науки и сетка в религию. А у него наука от религии идет. Причем прикол. Поэтому обязательно осуждаем. Так, а какая его религия? Католицизм? Ну, у Испанца вольнодумство, а у Алексея нет вольнодумства. И у меня тоже вольнодумство. Я без вольнодумства, если что. Вот. Поэтому... Ну, вот Испанец без вольнодумства. Вот так вот. Сложилась судьба вот тогда. Ну, ведь Испанец тоже правильно сделал. У него куча веры, и он просто... Католицизм обязательно. Что он приплевает? Если приплеваешь к Алексея, то я плюс десять к католицизм твоей религию. Претензии сто к Канаде, потому что он меня... А, нету смысла, на самом деле, Челлини. Я вообще миссионеров не использую. У меня религия так распространяется. Я и не планирую миссионеров использовать. Ты же можешь создать однозначно. Слишком... Ну... У него и так вот компусы, и все. Еще науку будет от веги, получается. Блин, а там... Подождите, а там же... Слушайте, если пройдет, он будет против меня плюс десять иметь. Ну, такой... Сколько ты от веги? Ты же понимаешь, ты еще будешь получать больше. Вот это вот все. Просто постройте компусы, у вас столько же науки будет. Я не пойму... Я бы помог Микстал, потому что я хочу, чтобы он хорошо сыграл. Интересная логика. Я не могу понять, это стоит у тебя бонус на удвоение, а все-таки не стоит, оказалось. Ну, круто. Плюс десять к религиозной и боевой мощи всех юнитов к католицизму. Кайф. Это ничего. Я никого обращать не буду. По приколу. Ну, если вы не попросите, конечно. Так ты напасть теперь можешь? У тебя как бы плюс десять к боевой мощи юнитов. Ничего? Не знаю, что не так. Ну, за кого голосовать, если не за меня. Так против тебя можно. Вариант, как тебе такой вариант? Ну, я этот бренд не поддерживаю, если честно. Он мне не нравится. Канадец, предложение. О, пошло. Этому заканчивается. Переходы. Тут я буду ферму ставить для треугольничка. Там шахту. А еще вырублю здесь тоже треугольничек сделал. Поэтому повторяем колизей всеми возможными способами. Так, тут я дальше не поплыву. Потому что будет кругосветка иначе. Поэтому просто вот наверх сплаваю, гляну, что там. А, льды? Не может быть. Как так получилось? Непонятно. Реформация. Теократия можно будет взять. Ну, пока, наверное, давайте в дипломатическую службу. И тут я, пожалуй, ничего не меняю. Так. Блин, брать мне часовни великого магистры интереса? Или мне достаточно будет за деньги покупать юниты? А не за веру. Наверное, все-таки разведывательное управление стоило бы. Так, а что с кампусом у нас? Плюс... Плюс три вот тут. А где в Гуарде? Не успел производство выбрать. Давайте в Гуарде военный лагерь. Давай, конечно, это нанести. А я очень беру любивый, кстати, сильно. Что говоришь? Аристократ, поможешь, пожалуйста, бедному греку? Застовы богатые, верой. Я думаю, надо ли мне эту клетку выкупать или не надо? Кстати, у меня... Ты про меня говоришь? Да. Верой, но... Просто я ее не тратил, типа. Я хочу вот выйти в век, чтобы потом рабочих купить, прикинь. И потратить ее. Звучит как план. Или выйти в век и потратить веру на покупку юнитов. А вот это вот еще открытый вопрос. Я тут еще не строил пока домики. Типа, вот я думаю, оливерхи... Грек, встречное предложение. Мне не хватает. Ты цыган, получается. Сначала такой, типа, даешь, а потом такой, одну голду попросил. Мне не хватило настроителя. Так, вот тут я смогу поставить. Не, ну, посмотри, у меня сейчас ноль голды. Сюда кампус будем ставить. Богатый. Так, а здесь кампус... А тут не видим кампус пока. Там бы вообще рабочих купить и заняться улучшением. Улучшением... Какой есть, кого они слить? Но какой-нибудь уник? А, чинение за кого играет? За спарту. А, от футочки. Только встретил его разведу, наверное. И сам вообще не знаю, где он. Где он? Где-то. А, слушайте, мне тут, опять же, я могу здесь поставить факторию, но я не хочу ему закрывать возможность построить эти... Лахор. Хорошо. У нас же уже был перерыв. Уже вроде. Ну, человек просит маленький перерыв. Давайте, скажем, ему... Сы в штаны, да? Кстати, аристократ, ты сказал, что у меня много веры. Это не такое, как бы, недвусмысленное... Слушайте, а в шенгете-то надо союзить? Объяснись. Там... Ну, как можно... Не перенести веру? Неси. Отлично. Как бы довольство... Блин, меня прикалывает, у Челлиния всего один город в его вере, причем даже этот город падает, он говорит, принести тебе веру. Ты себе сначала разнеси. Ну, ща разнесу, я уже построил. Ща я все разнесу, да все. Уже два города. Понял, понял, понял. Так, Челлиния предложения. Инг предложения. Инг еще предложения. Хотя, ко мне еще караваны бегают. Они очками караваны не пускают. Так, вот это еще вырубим. И тоже треугольничек здесь сделаем. О, колизей мой. Попада на Темпло Майор, ну и фиг с ним. Построим здесь. Не Темпло Майор. Так, что с по-ресурсам вообще пошли. Янтарь обработаем. Вообще тут купим строителя. Понятно, что в Каимбре купим строителя. У меня, между прочим, 67 вера с двумя священками. Надо так. О-о-о. Слушайте, а шенгетти-то... Вот я бы лучше шенгетти банил на самом деле. Горятся еще предложения. Я как бы засоюзил шенгетти, и у меня каждый караван 13 веры стал давать. Нормально. Международные и внутренние торговые пути. Дай мне лучше сахар какой-нибудь. За каждого последовательно в домене. У меня, смотри, у меня, ууксана обмена, никто со мной не торгует вообще. Офигели, да, все? Ну, посмотри, может, у меня нет. У нас одинаковые резы же, походу, да? Кто говорит 4 ууксана обмена? Смотрю, хочешь. Ты меня не встрей. Так, дипломатически, да, вот это надо поменять. А, подождите, это ж... Давай плыли, там, выдели экспедицию. А, да, работает. Вот это я бы поставил вместо влияния. Не, а ты вообще где находишься так на будущее, чтобы я тебя искал? Ну, справа от полтузи, португалии, ниже инка, левее американцы. Спасибо. А, все, понял. Селенью, вот такое предложение. Мне монеты нужны. На выкуп клетки. Блин, ты все 0, ты цыган получаешь. Так у меня нету пока. Я тебя следующим ходом сахар дам. Так, давайте тут тоже куплю. Ладно, ладно. Строитель, входом даже сахар, то хорошо. Тут строителя. Есть фактория. Не, ну не должен вроде чилинию самарканд забирать. Не очень он ему удобен, мне так кажется. Ну, вообще, вроде как все прикольно. Так, вот и храм Махабодхи, то есть укрепляем религию. А у тебя меха есть? Меха? Так, какую возьмем здание? Лисички, я вроде их... А, нет, нет, я, короче, вот очень должен был выбрать лисички. Ячейка для религиозного, наука, торговцам, просто вера. Пеец, надо было лисички. Давайте, если наука, просто давайте науку. Я текинул сделал. Минута, Сидли, он не добегает. Сейчас обманули. Жестко. Кто там чилинию обманывает? Ой, я вышел вверх, кстати, это было очень круто. Ух ты, плюс четыре, кстати, я бы, наверное, сюда поставил. Понимаю, что тут шахта, но зато она и соседство, и священному месту добавит, понимаете? Блин, ну и фиг ли у меня не построился колизей сейчас. Блин, не надо было к дружу принимать, Алексей, колизей тут строится. Да. А что, ты тоже строил? Не, не строил. Что-то в этой игре как-то районов не хватило. Ну так ты можешь в мой колизей приезжать, что не принимать дружбу. Я не против, приезжай, смотри бои. Можешь даже сам участвовать. Пусть участвует бояр колизей вместе с Техрисом, это один на один, посмотрим на это. Вопрос, кто Испанусу, плюс десять, его вывозь еще сверху. Чилиния кто? Чилиния. Я же фашист, я должен придерживаться идеологии, как вы понимаете. А, нормально. Сила духа, сила дружбы, сила... Одновера, да, это. Ладно, у него один... Главное, это физическое состояние тела. Ну, меня вот, чилиния-то не радует, что лидер по науке у меня рядом со мной, и еще у него вера есть, то есть... Что-то надо у меня кампуса как-то начать уже строить, а то я с одним кампусом сижу. Я бы, кстати, очень был бы рад, если бы он тебя забрал. Чего это? В шести клетках, плюс две культуры и плюс два довольства. Сколько вам? Минут пять-десять? Минут пять, да. Пять минут перерыв. Так, в героический Канада, в золотой я испанец и... Я испанец, немец и грек, все остальные в нормальном. Решай сам. Так, ну, я тебе реформы денежного обращения, несомненно. Хватит уже покупать все за веру. Давайте последнее усиление. Возьмем дальше. Братили нам просвещение. Ну, у меня пока один кампус, смысл мне в просвещении. Давайте, например, теократию откроем. Так, ну и что у нас осталось? Плюс веры за каждый город исповедующий. Священные места, в котором построено такое. Священное место, театральная площадь, вера и культура. Ну, а давайте, наверное, паломничество тогда возьму. Вера ради веры, зато мы сможем великих людей скупать. Например, Филиппа Брунелецки. Так, а где у нас меркантилизм? Мы уже открыли меркантилизм? Аристократы тут? Да. Блин, вот доступен крестовый поход, короче, я думаю, брать или не брать. Бери, я 100 монет выиграю. Бери, бери. Бери, Босеверс. Ну, пока есть так много монет, давай. Там спор был. На 100 монет возьмешь ты или нет, крестовый поход. Да, ладно, возьму. Ну, хотя Алексей и так, у него много денег, не знаю. Вот, вот, я и говорю, не бери там 100 монет. Бери, бери. Просто брать нечего, на самом деле, какие-то фанатичные проповедники, типа, нафиг. Ну, я не боюсь, как крестового похода, я не думаю, что он сможет его нормально разнести. То есть, если только у себя, конечно, надо следить за его миссионерами, но там, по-моему, не особо много веры. Слушайте, а где меркантилизм? Кто-нибудь подскажет? А, блин, я его открыл. Тьфу ты, блин, как всегда. Сижу, главное, жду, когда я смогу в этой тропических лесах лесопилки ставить. Так, как мне Торы Дебилен нужен? И, собственно, купить инженера на это чудо. Ну, как закончилось, у меня еще синяю. Да не говори, щел. Да тут у всех упало, кроме испанца. Не, ну, кстати, интересный момент, у всех из Золотого века была она упала, у меня из-за темного. Такой интересный. Ну, тоже упала, но слабо. Это да. О, Алексей в этой игре построил Большой бассейн, получается, победа. И Колизей у меня забрал. Колизей, Большой бассейн, Артемиза. Не, ну, Артемида, это победа, это 100%. И строится еще Тори Дебилен, прикинь. Название просто топ. Тори Дебилен. Ну, это португальское название, да? Тори Дебилен. Да, но это конкретное португальское чудо, но в Лиссабоне, по-моему, находится. Осталось узнать, кто такой Тори, и почему он дебилен. Тори – это башня, по-португальски. Тори – это же партия, Тори Виги. Да, да. Ой, я вижу, что не будет, что типа не строится. А это мой шпион. Построил только нигде. Так. Ну, у меня был выбор, либо Великая библиотека, либо Театралка на плюс 7. Я выбрал Театралку. Кампуса? У меня нет, вообще нет. У меня Театралка можно на плюс 4, но тогда производство вообще уйдет, да? Не просто поле, понимаешь, чего. У меня вот кампус только один. Ну, наверное, надо все равно ставить. Чисто поле. Производство вот отсюда надо получать. Мне, кстати, что нравится в Америке. Я сколько играл, постоянно куча гор спавнится рядом со столицей. А я вот за Испанию уже все пара партий сыграть. И у нее всегда тоже очень много гор. Да, и плюс гетер малки есть хотя бы одна. А я что это украшу? Ну... Косвенно. Давай микс-пай. Если не выиграешь, то ты лов, получается. По 20 рублей нам скидываешь всем. Если не выиграешь. По 20, надеюсь, хотя бы белорусских рублей. А что только в Кахену так? Вы сейчас топить меня за этими деньгами выйдете. Так, ну мне реально нужно кампусы строить. Что-то я подзабил. У тебя мокша есть или губернатор? Деда. Будешь нанимать? Посади куда-нибудь поближе к спарсу. Чтоб перекрывать водитель. Погратишься. Блин, столько еще ускорений сразу получил. Так, ну тут что у нас новое открылось? Рационализм и либерализм. Хотя либерализм, наверное, даже было бы интересно с двумя районами счастья. Давайте, давайте глянем. Вот вместо двух зарядов рабочим 150. Немножко улучшилось. Я все никак вот это не обработаю, между прочим. Куда вообще дальше пойдем? Резные стволы, научная история. Ну, наверное, в научную... Ну, я хочу говорить, что тут стоит указывать вообще. В финике, кстати, хочешь союз? Хватит ничего мучить, съесть и не уже, а? У меня карванов нет. Ну, союз-то, что? Научный. Там, испанцы, конечно, круто. С наукой все. Ну, я, мне кажется, догоню. Не вижу причин мне догнать. Слушайте, а может мне... Ну, вот сейчас веру я потрачу на инженера этого. А потом, может, апостолов и обратить... Или просто миссионеров и обратить эту... Эта игра типа разбинка. Такого. Инка. В следующий раз лучше сыграю. Так, ну что, выкупаем. Блин, выкупил кто-то. Это... Кто такой? Жаль. Жаль. Ну, Тора Добелина явно американец не строит, но просто, как бы, крутой был. Этот мне уже не нужен. Так, 250 золота, два посла. За каждую соседнюю клетку с горами. Ладно, пожалуй, нет. Нет. Пожалуй, это не интересно. Так, тут маяк. Тут я, наверное, все-таки с кампуса начну, а не... Ну, кампус тут нужно будет стоить. Ладно. Блин, да маяк надо покупать. Чего я его строю? Важно? Пожалуйста. Пожалуйста. Продолжение следует... ... это высокая разведчиков на автомата то еще это не успею ими походить явно так что с производством верфь тоже надо купить давайте строителя пока литье открою она тут паровой двигатель а нужно ли мне ну как бы без угля бессмысленно немножко честно говоря испанец уже где-то здесь но явно не вряд ли он пошел в броненосцы паровым двигателем так давайте наверно вас одну тактику пойду пока и мне надо оружейную построить но я ее куплю конечно же если просто стены скорее сделаю а куплю значит казармы и оружейную здесь караван кейдельберг 50 денег просто и это без фактория между прочим так пойдем к тут вырубать лес для кампуса сушить а в этом городе кампус непонятно пока да ну и великого человека какого брать тоже непонятно поэтому давайте ваты покупать где возможно тут кстати нету еще храма теперь он будет и ват появится просто две науки это две науки так тут два заряда и давайте возвращаться наверное сюда поплывем тем более кругосветку уже пора делать тут мой факторию пас нет еще не поставили не можем да ну и ладно вращаемся тогда канаду и окрацию не буду брать две полевых пушки так ну художников я вряд ли получу художественный музей могу построить как раз вот это открою будет художественный музей так немцам немец предложение успел ему научный союз предложить лику библиотеку челине аристократ запретный город ну наверно стоит миссионеров настроить и обратить инка а подожди он это код иеруса где все я не вижу иеруса его вижу но не хочу чтобы этом влияло все равно видите нормально вроде работает я может амани в иерусалим давайте амани в иерусалим отправлю и одного посла можно просто будет добить и все ну отправить туда одного посла немец предложение примерно крабов обработаю так караван еще один опять же из лиссабона ну ладно ужин ему нужна ему селитра можно для кредил так я испанец испанцу хочу отправить мало денег прошел у американца 196 16 андайте вашингтон два хода давайте наверно водяную мельницу строить два хода вершинскую куплю так пока испания тут стопудово к веду к нужно стран ставить даст жилье 2 550 кто-то против но вообще вот сюда рурка станет на самом деле сидит там домики строит испанец долго сидим да сушь я бы этого купил за веру на 240 мы бы только найти вот в индустриализацию мне надо университет рядом с горой блин мне нужен во первых campus плюс 3 тут ну все-таки сюда ставлю жалко не рядом с горой да давайте дальше искать тут не рядом с горой будет здесь он строится ну да и ускорю никак че гор нету по-хорошему род таун там от поставлю уже скаутов выкупим ну потому что не растет город иначе еды нету а хоть еда появится не хочет пока эту клетку ну ладно вырастет возьмет эту клетку так в коимбри а где еще могу вот эту клетку можно кстати отдать коимбри ну и все и потом еще вот это добавится детям и прикол купил я тоже приготовился нужен гейте надо бы тоже держать уже на кучу веры дает ну бывает даже грешку сразу нельзя снести да не в принципе не могу я только могу союзнику и объявить войну мне не охота со спанцем как бы воевать со своим союзником того что так что у нас по счастью три довольства два два три четыре пять до браги немного который все-таки расставил я подумал и они все равно они подошли все-таки какой-то бред вообще канадец тебя 100 монет между прочим так что все-таки принял да че я скажу мне вот это подстало что это за человек такой ну как инк там встречное предложение канадец я тебе предложил там сделку так художественный музей надо пить просто хочу два посла чтоб шенгетти перекупить быстрее дальше надо не выжженная земля полевые пушки а полевые пушкина собственно где их вроде еще не открывал шелскаут застряла так что тут с кампусом плюс два только там да ну надо ставить давайте я сюда вырублю один ход отложу сократили таймер или еще нет нет может минут на две там человек просил увеличить лечить думаете ладно не я против увеличения что там не уменьшили еще да ну давайте уменьшайте быстрее наверное вот под этот вырублен теперь передам эту клетку порта и начнем кампус наконец-то обработаю этот скот шпион 10 ходов как-то долго так но кампуса вообще тут грустный но хотя он есть плюс 2 промышленная зона наверно за сюда ставить там кредук хотя бы встанет у промышленного надо это производство так не купил здесь маяк сейчас купим блин забыл про инженера следующим ходом только куплю так а что этот делает бесплатный экземпляр редкого ресурса этой клетки вашей столицы киты у нас есть что янтарь и жемчуга еще черепахи нету слушайте у нас карта где нету черепах да торговца надо янтарь есть на море у меня янтаря выше крыши и жемчуга тоже короче бесполезный флотоводец походу я конечно могу еще один заряд как бы сделать но зачем он мне с другой стороны правильно так это к браге сейчас уменьшится здесь наука эти плюс два стало но что поделать не могу все еще факторию в гейдельберге поставить добавили счастье в лиссабон ну тут придется ждать когда клетки какие-нибудь добавится чтобы поставить фактории в бандарь бурне и что в торонто что в шарлаттауне так когда у меня прибудет амане два хода в иерусалим а тут пока микс по получает куча веры ну придется сюда ставить ладно вырублю лес даже так в пару надо кампус ставить на плюс 3 и пропустил один ход даже из-за этого но имейте ввиду там испанец куча кампусов поставила у меня по моему два только сейчас и вообще один один только кампус я столько науки имею так что не все так плохо кампус тут покупаем маяк я бы наверно отсюда отправил караван слишком долго 15 ходов это долго а который добелен построен португалия подвинешь разведчика где он это на явно на автомате над кумасе так пошли тут лесопилки тут я хотел вот тут военный лагерь ставить еще подумаю откиллокисивание еще кстати возможно так во первых мы этого парня покупку да блять ну что это такое ну как он их выкупает почему американец-то их выкупает за что он их выкупает не трындец какой-то именно в тот ход когда я могу выкупить задолбал короче пойду обращать инка тогда что каким-то макаром именно в тот ход когда я накоплю он откуда у американец чем выкупает их вообще деньгами члене верой что это такое тушь и а нам бы везел чечницу построить между прочим я вот только сейчас понял или и кто-то построил или мы ее не открыли ну и в списке и нету она была очка то построил уже немец сделка так у нас нету кругосветки или она уже была так 408 силы у грека мне не нравятся так что и и и и и так пушки кто-нибудь видит? нет идем чисто в индустриализацию ладно а кто чеченицу построил немец давайте тут на производство но при этом глянем о фонтовали отлично в гайдельберг больше денег будет за может жемчугу и тогда третьего сделать мы на катина жемчуге можем а давайте наверное жемчуга 3 сделаю все ух ты по муколе эй испанец предложение ты мне тогда не дал проход прошу меня не был рядом с тобой теперь я не рядом с тобой не давай тогда про хвост завшел день останавливать испанца да вот тут плюс два жалко так существует вообще гавань нам нужно в любом случае давайте лучше гавань начну строить давайте причем вот здесь а потом я могу здесь промышленную зону поставить блин не успел в иерусалим отправить посла больше торговых но я уже использовал так и шенгит испанец ничего не получал тырим деньги так верь акведук тут негде строить блин отложить не выжженную издать национализм откроем ну те ретки луки сева не можно начать я думаю так что с по великим людям плюс и в принципе норм так давайте еще миссионеров купим грек ко мне не может посадить шпионов например чтобы читать переиллюстрировать почту увеличивать против меня силу ваша в союзе это не контролирует это они ждут когда у тебя появится клетка чтобы факторию построить у тебя или у бандар брюне ты более того мягкие бегают караваны если ты посмотришь рожь союз всегда заключен давай у меня к тебе два каравана бегает за счетом бойца канаде зафига мне вот эти два города далее мы видите уже минус в олимпии пошел например ну один ход там всего лишь я строил его думаю так большой театр интересно так храм минакши нет тадж махал рассакхас это у меня место под ну форосский маяк нет там жалко собор святой софи ну я бы здесь скорее блин ну я уберу блин ничего то не хочется мне тут ничего уберите чудеса строить честно говоря так давайте верфь здесь давайте шпиона так есть кампус и строим вверх наверно или дамбу дамбу лучше так еще один тут закончился библиотека пола навигации давайте канализацию тут еще куплю что-то как-то жителей мало и поехали храм строить так дальше везде кампуса строй в эворе еще нету кампуса да и в гима раньше так я хочу еще вообще из эворы как бы дорога хотя нет не свитман давайте из эвора отправим караван то я по одному каравану я думаю больше я пока не буду отправлять миссионеров ну так может тогда там какие-нибудь клеточки выкупишь чтобы я мог поставить факторе алексей уже перегоняет между прочим делаю что могу но у меня гор нету при этом зато есть риф эти два рифа который плюс 2 просто дают и все и ничего больше вообще нет гор а у меня вообще нет ну так и у меня вообще нет гор у тебя он под мигаре вон тело в мигаре можно еще что-то поставить так эвора плюс сабон еда и производство так есть кампус тут библиотека слова навигации германия посмотрю предложение давайте верфь наверное по великим людям у нас . пусть узнать киросиды у нас где находится фабрика следующим ходом что сделать мушкетеров наверно где тех где-то на технологическом дереве так не смотри глазки закрой кто порушит кто кто-то говорю кто кто-нибудь а это это говорит кто-нибудь придет поэтому и киросиры строю киросиры встроен но ты но ты помнишь и канадец ты в курсе что тебе нельзя внезапную войну объявить он те как минимум за пять ходов обвинили кажется может он на немца будет нападать тоже вариант у них нет хотя там грузу с испанцем есть какая немец так тут ислам обращается поможем германии конечно тем миром немцу помогать будем и так как минимум один источник угля у меня есть и уже обрабатывается давайте поищем уже где-нибудь рядом будет ищем так арма далеко это у грека это мой ух ты вы испанца и завались окно все остальные для к ну хоть один у меня наверно на этом есть это хорошо так филадельфия 180 филадельфия дальше идем имя то есть того что я просто не вижу пока что тут можно ускорить надо глянуть будет может быть и ускорим русский маяк зачем немцу форусский маяк не хочу табак там кучу людей табака они им торгуют со всеми в как то есть а и и и и и и и просто это даже это не для победы религии это чтобы города грека не давили и не превращать ну чтобы я не превращался каждый чтобы крестовый поход на меня не работал так фабрику ну и угольную так и как тут насчет ручки 6 ходов давай чувака на производство не туда ну я бы вот от мира позабирал чтобы грек тут не особо кучу у меня нет на этом пока все спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных она появится завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока спасибо